Эй, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Жанка Англичанка. Итак, в сегодняшнем видео мы продолжаем серию роликов о жизни Великобритании, все, что вы хотели знать, ответ на ваши вопросы. Итак, в сегодняшнем видео расскажу вам, конечно же, как и обещала, о трудностях жизни в Великобритании. То есть первое, с чем я столкнулась, когда приехала в Великобританию, ну, как вы уже поняли, конечно же, это знание языка. То есть это был самый главный барьер и самая главная трудность первых, скажем, месяцев жизни в Великобритании. Ну, скажем так, вот эти первые 6 месяцев, когда я жила по визе невесты и не могла работать, да, я, конечно, обучалась английскому языку самостоятельно, как вы уже знаете. И, конечно, у нас были первые трудности, это общение с мужем. У нас были недопонимания, сразу могу сказать. И это было реально, если вот вы девчонки, ну, или мальчишки, кто решит выйти замуж, жениться, да, ну, на иностранца, на англичане, на англичанке, и если у вас вот есть вот эта вот проблема языка, то будет небольшое, конечно, разногласие иногда будет вот в общении. У нас были вот именно недопонимания, такие вот, что иногда он, допустим, что-то скажет, а мне кажется, что он вот грубит там мне, или что-то вот, не знаю, что-то вот он нехорошее там мне говорит. А он, допустим, абсолютно, это там английский юмор, там какая-то шутка английская, опять же. То есть я как бы на штыке. Я ему, допустим, тоже что-то скажу, а это слово означает что-то совсем другое. То есть он как бы тоже вот иногда обижается. Но, как бы, наверное, мне повезло, потому что мой муж с очень таким чувством юмора. Или, может быть, я вам потом сделаю видео, расскажу о англичанах, о моих наблюдениях лично, что я про них думаю. Это англичане, конечно, это такой народ. Я их обожаю просто реально. Честно, англичан мужского рода, если честно, женщины, англичанки. Это другой разговор тоже про них сделала, отдельное видео. Я думаю, заслуживает именно сделать два видео, мои наблюдения, что я думаю об англичанах и об англичанках. Но вернемся опять же ко мне, да, к моему мужу. То есть вот поначалу у нас были такие небольшие трения. Мы не могли понять какой-то смысл каких-то франц, что мы хотели сказать. Не могли выразиться что-то вот. Иногда бывает что-то хочешь сказать, а вот не знаешь, как сказать на английском. Знаешь пару слов, вот пытаешься это сказать, а человек понимает о совсем другом. Ну, в общем, все наоборот. Поэтому, да, поначалу вот эти трудности общения с мужем были. Непонятки какие-то. Иногда хочется очень сильно так что-то такое сказать, а не можешь сказать. А русские я тоже не ругаюсь. Поэтому иногда вот я, конечно, немножко английские слова ругательные применяю больше, чем русские. Нет, русские я вообще не ругаюсь. Нет. Ну, то есть, ну, да, первое время общения с мужем были такие небольшие проблемы. Ну, как говорится, терпение и труд, супер и труд, то есть нужно, реально нужно все-таки как-то понимать это, что действительно языковой барьер, это очень у меня большая проблема в отношениях. Нужно вот как-то прислушиваться, как-то, может быть, что-то вот понимать именно по интонации или еще как-то. Не обижаться на какие-то там непонятные фразы, да, и высказывания. То есть, вот, незнание языка, это, конечно, очень большая, большая проблема. И, опять же, мы ездили, когда к друзьям, конечно же, его друзьям, у меня никаких друзей в Великобритании не было. Точно так же мы ездили там на какие-то вечеринки, кому-то в гости. И, вот, абсолютно, то есть я была, говорится, ноль, что было очень странно, потому что, как бы, знание у меня, очень много словарных запасов, да, слов я знала очень много, но, вот, честно, фразы абсолютно я не могла понять, о чем люди говорят. То есть, как бы я понимала, там, допустим, вот, сейчас они шутят, да, о чем шутка, вообще не понятно, там, вот, сейчас они, там, обсуждают, там, что-то о машинах, например. Но, что именно, конкретно, там, этого я уже не могла понять. То есть, я абсолютно не могла общаться, там, с его друзьями, там, не могла, ну, я, конечно, там, допустим, если я ходила в магазины, там, какие-то, что-то или еще, то тут, конечно, было уже все намного проще, можно было что-то еще, но у меня было все равно, вот, как-то, вот, какой-то страх, там, не знаю, как-то за себя заплатить, например, да, там, что-то, где-то, вот, я все, не могла. Я могла сказать, что, что я хочу, там, что-то, как-то, или еще, что-то, почему-то у меня какой-то был такой небольшой панический страх начать говорить на английском, именно, вот, в Великобритании. То есть, если я, там, дома, допустим, было у меня все нормально, как говорится, мы с мужем, опять же, общались, а вот, как-то, вот, на людях, вот, у меня какой-то был стопор, не знаю, с чем это связано, но мне, как-то, было очень некомфортно, я себя чувствовала, вот, именно, в разговорах. Ну, опять же, это было, вот, в самом начале, вот, да, было такое дело, как говорится, его друзья уже как-то привыкли, мы уже ездили на какие-то вечеринки, и просто меня уже никто внимания не обращал, то есть, я, как говорится, там сидела, улыбалась всем, и на этом все заканчивалось. И все уже знали, что я не говорю, поэтому, как говорится, и не о чем говорить, вот так скажем. Наверное, мне так кажется, что, ну, вот, удивительное, конечно, свойство, опять же, как-то не особо никто и не пытался, вот, и даже из друзей, да, вот, там, девчонки какие-то, да, вот, у некоторых, там, друзей, говорить, моего возраста, там, как-то, вот, не пытались они дружиться, сблизиться, как-то помочь, вот, там, видя, что человек приехал, только, да, ему нужно, может быть, как-то помочь, там, вот, с языком или еще что-то, там, где-то что-то показать, нет, никакого этого, ничего не было, то есть, ну, наверное, можно сказать, что, как бы, такое чувство немножко было, действительно, что, ну, как бы, смотрят они на меня, таким, ну, что, вроде как, ты не из Англии, вроде как, ну, и нам, как бы, не особо интересно с тобой, скажем так, не, ну, не знаю даже, ну, вот, вот, как-то вот чувство такое было, что, может быть, они реально, вот, эти вот все знакомые, там, друзья, они, может быть, как-то не думали, что у нас это все серьезно, и поэтому, вот, как-то, такой холодок, я бы сказала, да, вот этот вот холодочек немного чувствовался между нами, между, вот, вообще, вот, в общении с знакомыми, друзьями, как-то вот, не чувствовалось, вот, вот этого, вот, ну, скажем, нашей русской доброты, там, о, там, человек из-за, из-за, там, не знаю, из-за 3-9 земель приехал, нужно ему, там, все показать, рассказать, там, туда свозить, здесь, там, да, помочь как-то, ну, вот, такого не было, поэтому, я, конечно, себя очень чувствовала одиноко, скажем так, да, вот, поначалу, то есть, получается, что только, вот, как бы, муж рядом, ну, там, его семья как-то, хотя они все так далековато живут, да, никто рядом не живет, ну, в разных городах, конечно, по сравнению с нашим расстоянием, это абсолютно небольшое расстояние, там, ну, где-то час-два часа езды, ну, хотя, это, каждый день не поездишь, да, и они, как говорится, там, работали, работают, там, родственники, все, поэтому, как говорится, никому до меня дела не было, то есть, это вот, мне было очень неприятно, и было очень нелегко, скажем так, поэтому, все, все сами, 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 все изучение, сами, изучение местной местности, Сама, с мужем все, то есть, как говорится, вот единственное, все, что было, это именно только поддержка мужа, все, больше никакой поддержки с чьей стороны больше не было, то есть, такое чувство было, что всем было, как говорится, все равно, то есть, что-то есть, что-то нет, ну, в общем, вот такие ощущения у меня были, да, поначалу, ну, скажем так, меня немножко напрягало, конечно же, я думала собрать себе чемодан и уехать, но мне это надо, я, как говорится, ну, как-то вот, не знаю, наверное, чувство пересилили, и, как говорится, мы поженились, да, все нормально, потом съездили в Россию, получили новую визу, вернулись, и тут опять я решила для себя, что, ну, нужно как-то искать работу, то есть, 6 месяцев я, как говорится, не могла работать, там что-то делать, думаю, ну, все, теперь надо идти и устраиваться на работу. Ну, и тут следующая трудность, конечно же, это устройство на работу, ну, знание, опять же, языка на уровне не на таком, чтобы, знаете, найти хорошую работу, да, вот, как я говорю, в офисе, там, конечно, можно найти любую работу, там, я не знаю, убираться, и, там, я не знаю, может быть, сиделкой там, здесь миссии сидеть, там, я не знаю, за престарелыми смотреть, как говорится, там, я не знаю, в баре работать, официанткой или еще что-то, то есть, как бы это было все, это особо знание языка не надо, там, да, какие-то навыки нужны, и все. Но, я, конечно, хотела так, чтобы найти работу, чтобы именно у меня было вот это вот общение, чтобы я могла вот как-то вот, наконец-то, тренировать английский, чтобы найти, конечно же, хорошую работу, то есть, конечно же, цель, это карьерный рост, найти достойную работу. Ну, все, что я сделала, это я пошла, устроилась промоутером, то есть, есть такая возможность, это промо-модель называется, то есть, ну, демонстрация, да, демонстрация хоть какая-то, там, не знаю, с листовками стоять, раздавать, там, новые, ну, там, новая продукция вышла, да, там, раздавать пробники, рассказывать о продукции, все такое, то есть, вот, первый мой опыт был, это, конечно же, вот, поиск такой работы, именно промо. Конечно, я сделала, там, свое резюме, до этого я никогда не работала по этой специальности, абсолютно никогда, то есть, в России у меня, как бы, была нормальная работа, в офисе, то есть, хорошая для моего города, очень даже хорошая работа, трудно, на которую очень трудно устроиться, было, но, я написала в резюме, конечно же, что я из России, я работала, там, сколько-то лет, потому что я знала, как это делается, что тут такого трудного, ничего трудного нет, да, то есть, я, как говорится, это видела, как это делают девочки, то есть, как говорится, самообучение опять прошло, на опыте других девчонок, поэтому я написала, сделала резюме, точнее, написала, где я до этого работала, что именно, вот, промоутером, там, я подрабатывала, это не была основная работа, была подработка, и вот, начала вот так, как-то потихонечку начала работать, мне, сначала, мне, конечно, очень было мало заказов, то есть, как там делается, просто высылаешь свое резюме, зарегистрируешься с очень многим количеством агентств маркетинговых, да, и они уже, когда идет промо-акция, рекламная акция, то, вот, они там делают, вот, говорят, там, допустим, вот, столько-то девочек им нужно, вот, рекламировать такую продукцию, то есть, я уже у них у всех была в базе, поначалу, меня очень плохо, меня не хотели брать, то есть, как бы, я чувствовала, что здесь работает, ну, то, что я не англичанка, конечно, и у меня не было паспорта даже британского, то есть, виза, вот эта вот виза, но, которая позволяет работать, поэтому они меня не особо хотели устраивать на работу, то есть, сразу честно скажу, то есть, меня, как бы, приняли в базу, мне написали, что, да, вы у нас в базе, если будет работа, мы вам, ну, позвоним, они обычно это отправлялась смс-ка, там, либо звонили тебе на телефон, и, ну, это, как контрактники, скажем, да, работа по контракту, то есть, вот мне поначалу приходилось очень долго ждать, там, первый месяц, когда я зарегистрировалась, мне, как бы, никто вообще не предлагал никакой работы, то есть, мне приходилось ждать, но я не сидела на месте, я писала еще и другим, и другим агентствам писала все, и мне потихоньку начали делать предложения, да, агентства, я просто сразу скажу, наверное, те агентства, где англичане отказывались работать, потому что была очень маленькая зарплата, они платили, вот сейчас не вспомню, неплохая была зарплата, когда платили 10 фунтов в час, а, значит, бывает, когда вот, как бы, нормированный день, скажем, там, с 9 до 5, там платили где-то 70 фунтов в час, и самое минимальное платили, это где-то 60-65 фунтов в час, вот то, что 60-65 фунтов в час, сами англичане не особо англичанки, да, хотели работать, поэтому уже мне начали вот такие предложения идти, где вот минимальное предложение, ну и, как я поняла, я уже была, вот мы, как вот, скажем, не коренные англичане, да, мы были на подхвате, скажем так, как запасной вариант, и, конечно же, я, конечно же, соглашалась 60 фунтов в день, это большие деньги тогда, поэтому я приехала, у меня было 300 долларов зарплата в месяц, а это 60 фунтов в день, и англичанки не хотят идти работать за эти деньги, что, конечно, я пойду, конечно, и вот так вот меня брали сначала агентство, одни вот предлагали сначала минимальное, 60, конечно же, они видели, что я, как говорится, работаю, я стараюсь, опять же, вот этот вот языковый барьер, я хочу сказать, отдать должное вот именно англичанам, мужчинам, с которыми работал парни, они вот как-то ко мне очень хорошо относились, они видели, что я очень плохо говорю по-английски, половина я не понимаю, что они говорят, но они очень как-то нормально ко мне относились, девчонки как-то не особо хорошо общались, но они как-то вот делали по мне хорошие отзывы, то есть я начинала, да, как вот простая вот в группе, у нас был обязательно, конечно же, главный человек, супервайзер, там скажет так, да, и вот они как-то обо мне хорошо отзывы писали, ничего об этом не могу сказать, поэтому меня стало больше и больше появляться, ну, скажем, меня стали больше и больше привлекать к работе, то есть если я там начинала несколько раз в месяц, то уже потом у меня доходило там несколько раз в неделю, и доходило до того, что уже практически каждый день я уже выбирала, куда я хочу работать, где я хочу работать, и, то есть дошло и до Event Manager, и уже предлагалась работа в офисе, но это уже было дальше, это уже где-то через год, но вот именно в самом начале, вот я реально вот это вот очень трудно найти какую-то работу, это я с ней почувствовала, даже когда, конечно же, с таким плохим знанием языка, я все равно поначалу я делала резюме, конечно же, мне хотелось устроиться на работу какую-то, может быть, переводчиком англо-русским, ну, не переводчиком, скажем, ну, что-то с этим как бы связано, где нужны вот именно англо-русскоговорящие люди, то есть я делала резюме, то есть то, что я занималась в России, чем я работала, также я пыталась устроиться в магазинах работы, там, sales assistant, то есть продавцом, говорится, это у меня был реальный опыт, я работала в России и продавцом я работала, и менеджером в офисе работала, и бухгалтером, и экономистом, в общем, кем я только не работала, но вот честно скажу, что мне не отвечали абсолютно, то есть вот даже в магазинах устроиться было невозможно, вот именно без британского паспорта, просто вот имея визу о том, что я могу работать, жить, работать, я замужем, говорится, у меня все легально, все есть, но чувствовалось, вот это вот, чувствовалось, что какое-то такое отношение, немножко, ну, я бы не сказала, что как второй сорт, наверное, ну, в принципе, да, как к иммигранту, да, что у меня отношение, у них отношение вот именно к тебе не как англичанину, а вот именно к тому, что ты приехал из другой страны, и что вроде как мы тебя особо и не хотим, то есть, да, такое чувство было, но что делать, нужно понимать тоже, да, действительно, я из другой страны, я приехала, как говорится, я пытаюсь забрать место англичанина, но в большинстве случаев англичане, они не пойдут за такую работу работать, да, это как, пусть москвичи не обижаются, да, такая работа, к которой москвичи не пойдут работать, да, то же самое, когда приезжаешь, поэтому, вы знаете, ощущение, когда приезжаешь в Москву, и когда приезжаю, я приехала в Лондон, в Великобританию, разницы не было, честно, потому что я, да, я и в Москве тоже пожила время, одно время и поработала, поэтому, как говорится, я знаю, о чем я говорю, поэтому я особо не расстраивалась, то, что, да, вот такое отношение было ко мне, ну, ладно, это, говорится, это ваше дело, я не обижалась сильно, было неприятное ощущение, но, а что делать, ну, ладно, мы как-то это все перемолим и переживем, да, ведь мы прошли, знаете, такую школу, мы рожденные в СССР, мы прошли 90-е годы, ну, что это нам, да, какие-то там англичане, будем их бояться, нет, поэтому, вот такие трудности, да, трудности, английский язык, это непонимание абсолютно, и поиск работы, да, это реально так, хорошую работу найти, действительно, если вот англичанин и неангличанин, мигрант будет подавать заявку на одно и то же место, конечно, они предпочтение отдадут англичанин, по крайней мере, так было вот тогда, в то время, как говорится, ну, сейчас, не знаю, такая же ситуация или нет, вот реально, вот на данный момент, но тогда такая ситуация реально была, да, очень это было не особо справедливо, я бы сказала, вот так, но меня даже в офис как-то вызывали, в какой-то офисе, я пыталась тоже устроиться на работу, когда уже у меня немножко был неплохой английский, то есть я уже, ну, работала, как говорится, промоутером, да, вот в рекламном бизнесе, скажем так, я пыталась по другому направлению найти работу в офисе, конечно, то есть меня приглашали на интервью, но не, скажем так, не брали, потому что вот реально чувствовалось вот это вот отношение такое вот, не особо хорошее, но в большинстве случаев, вообще, я, по-моему, даже, не знаю, где-то писала кому-то, или еще что-то, ну, вот как возмущение кому-то, ну, из знакомых, что вот, ну, вот, да, отправляю свои резюме, отправляю, все, как будто я куда-то в какую-то пропасть отправляю, потому что, ну, реально, даже офисы не отвечали мне даже, то есть не соизволили, соизволивали, я не знаю, как уже произнести правильно, корректно, хотя бы ответить, что мы получили ваше резюме, мы рассмотрим вашу кандидатуру, нет, то есть абсолютно нет, видно, я так думаю, что видели, там, допустим, мое имя, оно не английское, да, я думаю, что как только видели мое не английское имя, они, мне кажется, просто даже не рассматривали, как вариант, вот, да, такая трудность, поиск работы, это, конечно, есть, вот, именно хорошие, но, как говорится, вот, именно такой вот работы, вот, например, как вот промоутером или еще какой-то такой работы, то проблемы не было найти, а вот именно хорошие работы, достойные, тут уже, ну, достойные называют высокооплачиваемые, да, то есть высокооплачиваемая, там, работа в офисе, это, как говорится, это, вот, мечта, я не знаю, англичан, англичан там наверное это вот именно хорошая работа в офисе вот у них такой стандарт этот считается это очень сложно очень сложно если только конечно это какая-то очень и очень такая специальность почему-то я решила вот у меня же образование да есть и экономическая как бы и ну как экономическая курсы там какие-то я проходила так у меня образование выше это технология переработки растеневоческой продукции то есть я могу работать на любом производстве по производству именно вот там соки вина хлеб макаронные изделия практически везде то есть можно было в принципе как там делать подтверждать свой диплом но почему-то как тут не пошла по этому направлению не знаю может быть может быть зря может быть нужно было это сделать но в то время то ли мне никто не подсказал опять эту идею что вот как-то можно так подтвердить я думала что нужно опять учиться но сначала хотела вот с английским подучиться да подучить английский потом вот как тут у меня пошло это все в рекламном бизнесе то есть как-то с рекламой мне было все связано вся моя работа поэтому вот у меня как-то это все так ну в общем шиворот на выворот опять кувырком все произошло каким-то и поэтому я вот от своей специальности вот конкретно я вообще отошла ну вот наверное все это наверное вот скажем такие самые главные трудности с которыми я столкнулась в великобритании вот конечно общение 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 английский язык и поиск работы больше наверное таких особых трудностей других больше не было только вот это но тем не менее мы все преодолели главное главное позитив есть есть нет ну ладно дальше пойдем будем руки опускать так ну все все что хотела рассказать думаю на этом закончу спасибо за то что посмотрели не забывайте подписываться ну следующий ролик опять будет о великобритании все с вами была жанна англичанка всем пока до новых встреч